В России набирает обороты новый вид мошенничества с использованием социальной инженерии. Мошенники предлагают несовершеннолетним взять банковскую карту у родителей и сфотографировать ее с обеих сторон, чтобы получить какой-то промокод. Естественно, никакого промокода нет, мошенники просто списывают деньги с карты. Важный момент, что хотя бы один раз произошла утечка, и, соответственно, хотя бы один раз они ввели код, но ввели не туда. То есть что может происходить? Допустим, вы открываете приложение в интернете, которое как бы как интернет-магазин, похоже на другой, но на самом деле им не является. Это называется «дефейсом». Если создать сайт, который будет похож на магазин, где вы делаете покупки, и случайно вам это подбросить, допустим, прислать ссылку в e-mail, и вы случайно нажмете, то вы перейдете к покупкам, соответственно, вы введете оплату якобы за эти покупки. И вот в тот момент, когда у вас приходит код подтверждения, вы думаете, что вы совершаете покупку, а на самом деле в этот момент глумышленники, получив данные вашей карты, с помощью вашего кода, они авторизуются там. Не все платежи требуют подтверждения, только покупки в интернете. Если хотя бы один раз вы ввели свои данные не туда, либо совершили онлайн-покупку менее чем на 1000 рублей, СМС обычно не приходит. Так, предусловно звонить банк, во-первых. Во-вторых, надо перед звонком в банк в настройках запретить мобильные и интернет-платежи. Эти интернет-платежи вы настраиваете, их возможность, с вашего приложения мобильного банка. И вы можете это отключить. То есть, что нельзя будет вашу карту просто ввести в любой сайт, просто в браузере. Также Михаил Абрамский дал несколько рекомендаций. К примеру, если вы не пользуетесь переводами или онлайн-шоппингом, а только картой, то лучше вообще включить мобильный банк. Еще одна хорошая рекомендация – храните деньги на разных картах. К примеру, зарплату на одной, а онлайн-покупки совершайте по другой. И когда что-то пойдет не так, то будет не так обидно. Елизавета Никитина, Универньюс.